Пузыр Кукулска вяжется двумя видами нити. Одна нить толстая, другая тоненькая. Вот у меня здесь нить полушерсть 32 на 2, 2 сложения. И толстая магазинная пряжа, где-то может быть она соответствует 6 сложениям или 5. Вот если брать такую бобинную. Сегодня я взяла вот эту пряжу, чтобы разница кукурузки была хорошо видна. Итак, заправляем в машину. Значит, дефактурное вязание у нас. Иглы разобраны через одну на резиночку 1х1. Счётчик рядов на ноль. Заправляем каретку. Каретка пока что настроена на полностью нарезание, чтобы мы сделали обычный набор на резиночку. Протность на двух каретках я обычно ставлю на ноль. Ноль и ноль. Провязываем первый ряд, навешиваем грузики. Вот, значит, я всегда вот эту ниточку вот здесь вот заправляю. Вот сюда. И вставляем проволочку. Налешиваем грузики. Двух грузиков будет достаточно. Далее, как обычно, я скидываю среднюю фантуры. И провязываем первый ряд. Так, на всех. Провязываем грузовыми. Теперь я провязала несколько рядов. Треться резиночкой 1х1. Смену нитки нам удобнее будет проводить с левой стороны. Поэтому провязываем на меньшей плотности 2х2 влево. Значит, сейчас надо будет настроить переднюю каретку. Настройка передней каретки. Чтобы было верно, я покажу здесь. Для кукурузки настройка передней каретки. Когда нам нужно провязать 2 ряда. У нас плотность на 2. Ниточка тонкая заправлена. Все в обе стороны каретка вяжет. То есть, вот эти рычаги на 1х1. Этот рычаг, нижний, вот этот рычажок, он настроен на накиды. Вот, на накиды. Когда мы отключим, на нули поставим, каретка вот эта будет делать накиды. Значит, сейчас вот эта каретка задняя, она будет все время вязать. Значит, теперь мы отводим каретку влево. И меняем нить на более толстую. Такую мы там можем поменять на другой цвет. Можем вязать одним цветом. Значит, вот берем толстую нить теперь и заправляем. Я делаю всегда вот такую петлю. Вот. Я сейчас здесь покажу. Запускаю ее между фонтурами. Для этого можно использовать крючочек. Вот. Между фонтурами. Там цепляю внизу за любую струбцину. Вот. Здесь она бы у меня сейчас была с той стороны, поэтому вот эта вот часть мне бы не мешала. Я отцепляю каретку. Сейчас. И заправляю внести толстую нить. Так. Все, нить заправлена. Сейчас настраиваем переднюю каретку на провязывание накидов. Заодно увеличиваем плотность. Плотность. Значит, накиды. Чтобы вязались накиды, мы ставим рычаги на нули. Вот эти поднимаем на ноль. Увеличиваем здесь плотный. Рычаги примерно на пять. И вот эту заднюю каретку мы увеличиваем плотность. Ну, я на заднюю каретку поставлю, наверное, на семь. По передней можно было... Ну, тоже пусть будет. Посмотрим, как она будет. И в результате, что мы видим? Наши иголочки провязали на передней игольнице накид. Так, я думаю, что можно еще. Последнюю, вот эту вот, последнюю иглу. Так не видно. Вот эта игла. Вот здесь мне накид не нужен. В данном случае я ее провяжу вручную. Потому что этот накид мне тут не нужен. Провязываем второй ряд. Здесь опять по передней фантуре будут образовываться накиды. Провязываем второй раз. Сейчас я увеличу еще плотность на девять. На задней фантуре. Нитка толстая. Очень толстая нитка. Так. Теперь два ряда. Мы провязали два ряда вот этой цветной нитью. То есть розовой. Здесь у нас на передней фантуре петля синенькая, тоненькая. И два накида. На задней два ряда провязаны. Теперь меняем нить на тонкую. Переключатели ставим на провязывание. И можно убавить плотность. Вот на два. И тут на два. Я убавлю. Можно было бы и не... Ну, можно, наверное, и на треск. Сейчас посмотрим, как это будет. И провязываем два ряда. Вот у нас провязались наши накидики. Вот здесь провязались накиды. Здесь уже петелька. И провязываем вторую. Так. Все отлично. Меняем снова нить. Через каждые два ряда меняем нить. Поэтому очень удобно поставить сменщик цвета. Я ее поставлю потом. И поднимаем рычаги на провязывание накидов на каретки. Вот. Поднимаем рычажки. Увеличиваем плотность. Я сейчас попробую увеличить только на задней. Сейчас здесь все равно накиды провязываются по переду. Я увеличила плотность только по задней. Значит, первую иглу провязываю опять. Плочную. Так, да. Можно увеличивать на передней конторе. Не трогать плотность. Тут на три поставили. Вот на переднюю. На переднюю на троечку поставили. И достаточно. Значит, меняем. Меняем на тонкую. Плотность убираем. На троечку тоже здесь сделаем троечку. И включаем рычаги на провязывание. Провязываем. Два ряда. Раз. Так. Так. Итак, вот так вот выглядит наша кукурузка с лицевой стороны. И вот вид с изнаночной стороны. Специально использована контрастная нить, чтобы можно было понять, как выглядят вот эти вот пупырышки. Сейчас я попробую ее отпарить. Сначала попарим с изнаночки. Это образец. Для того, чтобы вспомнить. И вот лицевая сторона можно сделать. Вот здесь, кстати, синяя. Это ошибка. Вообще выглядит вот так. Вот так вот. Как вот эти три ряда. Здесь ошибка. Здесь лишний накид. Выполнился третий накид. Просто забыла переключить. Рычажки. То вот получится такой вот накидик. И, соответственно, будет меньше провязано там рядов тонкой ниткой. И вот оно будет вот так вот. В общем, правильный вид это вот эти три ряда. Это вот самый правильный вид кукурузки. И вот здесь тоже. Здесь более плотность использована такая свободная. На синих, на синей тонкой пряже использована свободная плотность. Здесь плотность на синих потуже. И вот такие вот как бы. Здесь можно поиграть плотностью. Посмотреть, какое нравится, чтобы было. Значит, здесь вот свободнее. Вот такие вот они. Вначале образца потуже. Вот такая вот кукурузка. Она может использоваться на отделку. Ну, для отделочной такой. Какой-то полосы. Может быть, на берет. Использовать ее она дает утолщение. Вот. Резинка основная может быть связана тоненько, плотненько. Например, на ободок. А вот здесь вот будет утолщение. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки.